Всем привет! С вами Александр и блог Македа.Про. И сегодня мы будем говорить о правилах копирайтинга в нынешнем году и о том, какие тексты должны быть на ваших сайтах. Три недели назад я написал статью «Правила копирайтинга. Как писать тексты для сайта в 2017 году». Статья не то, чтобы вызвала какой-то большой резонанс, но было очень много комментариев по этому поводу. Причем таких достаточно однобоких, непрофессиональных и порой даже часто глупых. Дело в том, что после того, как я написал статью, я разместил ссылку и анонс на эту статью в очень известном, в очень популярном блоге для сеошников, для сайта строителей. И, соответственно, со временем начали появляться какие-то комментарии, начали появляться какие-то высказывания. Так вот, то, что было описано в статье, это был вывод из сегодняшней ситуации, которая происходит и на рынке, и среди копирайтеров, среди просто людей, которые являются владельцами своих сайтов, и им в любом случае приходится писать тексты для своих сайтов, потому что не все могут позволить себе заказывать тексты и поставить это все на поток, платить деньги, покупать пачками тексты, выкладывать на свою статью, на свой сайт, в свой ресурс. Большинство людей, в принципе, как и я, должны писать свои тексты сами. Я писал свои тексты сами по той простой причине, что, а, у меня это очень хорошо получается, б, я не готов был платить деньги копирайтерам, потому что они могут написать полнейшую ахинею, которая будет, ну, может быть, с точки зрения SEO тогда это как бы казалось все удобоваримым, но по факту это выходила сухая, неинтересная статья, а искать копирайтеров, ставить на поток, еще раз повторюсь, ну, это постоянное финансовое вложение, поэтому мне проще было писать статью самому, и по тем комментариям, которые, допустим, я получал на своих ресурсах после размещения статей, было видно, что эти тексты людям интересны. Плюс ко всему, в тот момент, когда продаешь сайт, ты получаешь четкую, понятную, ясную оценку своей работе, потому что сайты покупают люди с копирайтерским опытом, с опытом сайтостроения, и, соответственно, они задают тебе вопросы, а где вы покупали тексты? Я им отвечаю, я писал тексты сам, мне отвечают, потому что тексты очень высокого качества, очень высокая уникальность, они очень легко, интересно читаются, все оптимизированные, вообще классные тексты, подскажите, кто ваш копирайтер. Ну, соответственно, я всегда признавался в том, что я пишу тексты сам, перевожу, либо беру из головы какие-то свои идеи, которые приходят мне, пишу, потом выкладываю на портал. Это касалось, в принципе, абсолютно любой тематики, потому что я не занимался сайтами, которые были, ну, относились к какой-то тематике, которая была мне неинтересна. Ну, вот сейчас я просто на примере своей статьи, вот, разложу это все по пунктам, и мы будем все обсуждать, будем все разговаривать. Последние тенденции, какие у нас были? У нас были очень популярные сайты с огромным количеством текста, и, естественно, все с этим текстом встречались, это было огромное количество символов, слов, картинок, это и такие портянки, так называемые сайты по пузату, или пузату, я прошу прощения, нужно будет погуглить на этот вопрос, как на самом деле фамилия этого замечательного человека, который придумал писать эти огромные сайты, огромные статьи для сайтов. Это очень долгий промежуток времени работало, ну, я ссылаюсь на опыт других людей, которые пытались работать вот с такими вот портянками, это очень долгое время работало, потом люди начали получать какие-то фильтры, начали уходить в какие-то баны, и, соответственно, стало понятно, что вот эти вот портянки до хорошего не доводят. Все эти портянки всегда сводятся к одному моменту, нужно написать большое количество символов, потенциально взаимосвязанное количество символов, которые могли бы быть потенциально взаимосвязаны по смыслу и относящиеся к статье. Допустим, если человек пишет про строительство дома, то потом он нежно, плавно и мягко переходит чуть ли не к химическому составу отдельных элементов, там, кирпича, бетона и всего-всего-всего, то есть удаляется, углубляется в такие дебри, которые, в принципе, человеку, который там читает какую-то специализированную статью, и не нужно. Тем более, если человек зашел что-то узнать и прочитать поверхностно, чтобы знать просто теорию в общем. То есть, вот такая вот была тенденция, люди гнались всегда за количеством символов, но в последнее время мы все с вами узнали о том, что появились новые фильтры и в Гугле, и в Яндексе, которые будут давать по заднице за огромное количество ключевых слов. А вот эти вот большие тексты, они как раз и преследовали цель вписать максимальное количество ключевых слов и распределить их на огромной портянке. Потому что одно дело вписывать 5-6 ключевых слов, ну, в текст, грубо говоря, там, в 2-3 тысячи символов, а другое дело вписывать 5-6 ключевых слов в текст, в котором 15-20-30 тысяч символов. Плюс ко всему были отсылы к тому, что, для примера, приводились разнообразные случаи вывода какой-то конкретной страницы в топ-поиска по высокочастотным запросам, по среднечастотным. Это, грубо говоря, я вот помню, четко это пример был из Гугла. Это была какая-то статья спортивной тематики, ну, как бы связана со здоровьем, фитнес, здоровое питание. Все это было замешано в одно целое, приправлено огромным количеством каких-то там фотографий. Можно было просто вот так вот бесконечно эту статью можно было пролистывать, читать, читать, читать и читать. Ну, то есть, вот SEO-оптимизаторы и сайтостроители пришли к выводу, что, yes, это круто. Огромное количество символов, длинная портянка, куча вхождений, в топе по большому количеству ключевых слов только одна статья. Плюс поведенческие факторы. Человек читает, не может оторваться. Он читает, читает, читает и у него там увеличивается количество времени нахождения на сайте. Да, было, конечно, классно, но это все было до последнего момента, когда не появились определенные фильтры. У Яндекса это, по-моему, Baden-Baden называется, а у Гугла это... А у Гугла... Ой, дай бог памяти, как у Гугла и Google Фред появился. То есть, появился, вылетело из головы название этого фильтра. То есть, в любом случае, начали поисковые системы отыскивать вот такие вот тексты, в которых прописано огромное количество ключевых слов. И в которых, ну, написано, грубо говоря, просто кака. Мишанина, которая, по большому счету, не относится конкретно к какой-то теме. А там идет такое вот раскручивание одного длинного клубка, этой ниточки. И конца, краю этого всего нет. В результате я подытожил какие-то основные моменты. Их буквально немного. Я написал статью, она может понадобиться новичкам, которые собираются заниматься копирайтингом, писать какие-то тексты для своих сайтов. И я вывел вот такие вот основные тенденции, как должен выглядеть, как должен выглядеть текст на вашем сайте, для того, чтобы он воспринимался адекватно и поисковыми системами, соответственно, адекватно воспринимался непосредственно вашим мечтателям. Ну, первое, с чего начинается текст, первое, с чего начинается, что вообще мотивирует подталкивать человека переходить непосредственно на страницу с вашим текстом и контентом, для того, чтобы с ним ознакомиться, это, естественно, цепляющие заголовки. Соответственно, заголовок должен зацепить. В этом заголовке должен быть изложен короткий смысл статьи, по которой человек получит материал, с которым он будет ознакомливаться. То есть, фактически, это короткая рецензия автора текста, вот эта вот выжимка, но она должна быть интересной, она должна быть броской, она должна быть цепляющей. И только в этом случае читатели будут переходить на такую страницу и, соответственно, будут читать такой текст. Ну, это как бы понятно, без хорошего заголовка, если какой-то вяленький, средненький заголовочек, и какая бы ни была бы сумасшедшая, просто классная статья, ну, просто человек не попадет на эту страницу и не сможет ничего прочитать. Вот теперь вот этот вот наш пункт, который я заглавил так, пишите короткие, сочные тексты. Это вызвало просто волну сарказма, да, скорее всего, сарказма. То есть, как бы люди не задали дополнительный вопрос, какие имеются в виду короткие тексты. Одна барышня написала, что работает в каком-то там копирайтерском агентстве, и все заказчики, которые приходят к ним, они все просят, напишите огромный текст, нам нужен огромный текст. Ну, скажем так, грош цена этим копирайтерам и грош цена этому агентству, естественно, они заинтересованы в том, что они напишут большое количество символов, им за это заплатят, они заработают на этом. Поэтому, естественно, что никто своих клиентов отговаривать не будет от написания большого текста и от внедрения туда каких-то ключевых слов. Больше буков, больше денег просто получается, и все. Поэтому вот такой вот какой-то сарказм появился, и было высказывание, типа, ну да, вы пишете о том, что нужны короткие, сочные тексты, а по факту мы что-то не замечаем таких тенденций, и люди приходят и просят нас написать большой текст. Ну, эта барышня возмутилась, и через три дня вышла новость о том, что и у Гугла, и у Яндекса появились фильтры, которые будут наказывать за внедрение в текст большого количества ключевых слов. Не знаю, как она там сейчас поживает, какие тексты она пишет. Может быть, она пишет огромные портянки теперь только под одно ключевое слово. Ну, там, где одно ключевое слово, там можно и вписать и другие ключевые слова. И бывают такие ситуации, когда от этого просто не уйдешь, и эти слова вписываются, и поисковыми системами они могут восприниматься. Естественно, там прописывать теги в строках и формах SEO-плагинов. Но, тем не менее, расскажу вам одну простую истину, как живут наши заграничные товарищи SEO-оптимизаторы. Вы видите, что у меня сейчас открыта вкладка генератора случайного текста. Я сгенерировал рыбу. И проверка текста на TXT, на Text.ru. Ну, я сгенерировал текст, в котором есть определенное количество слов. И проверил, сколько в этом количестве слов символов. Теперь о чем? В Соединенных Штатах Америки все SEO-оптимизаторы, у них вот это как правило номер один, есть такая вот заповедь оптимизатора, заповедь копирайтера. Текст идеальный под Google должен содержать 500 слов. Это у них просто как аксиома. Знаете вы это или не знаете, я вам сообщаю о том, что текст это 500 слов. Я, соответственно, взял, сгенерировал рыбу. У меня получилось о том, что текст 500 слов. Это без пробелов 3875 знаков. С пробелами 4376. То есть, вот этот вот минимальный порог, о котором мы всегда говорили под поисковые системы, пишем текст минимум 2000 символов без пробелов, это вот такой вот минимальный порог. И вы видите, что в Google идет из расчета 500 слов в статье. Ну, как бы рыба генерирует не просто там большие какие-то слова, там еще есть предлоги. Ну, то есть, в среднем текст должен содержать где-то 4000 символов. 3800-4000, то есть 500 слов. Это отличный текст. Не нужно парить себе мозг, не нужно шпарить портянки, не нужно тратить деньги, заказывать копирайтерам для того, чтобы они написали эту портянку. И не нужно сидеть убиваться и придумать, что там еще, какую-нибудь хренотень написать вам в этом тексте. Сделайте текст на 500 слов. 4 абзаца там будет или 5, сколько у вас там получится. И все, и не парьте себе мозги, и не насилуйте глаза своих читателей. Вот такой вот текст. То есть, это не портянка бесконечного пролистывания. Вы вставите сюда еще после каждого абзаца по картинке. Пусть не после каждого абзаца разделите еще вот эти вот большие абзацы. Еще, может быть, где-то вставите изображение. И у вас получится отличный, идеальный текст. Это то, что касается его количества. То есть, я так понимаю, что в гугле посчитали, как будет восприниматься текст непосредственно читателям, посетителям. Сколько ему нужно символов для того, чтобы он своей башкой, глазами, мозгом этот текст воспринял, переварил. Что-то запомнил нужное. Сделал такую вот выжимку для себя. Основную суть уловил и погнал дальше. А когда вы пишете, извините меня, не 500 слов, а 3000 слов, 3500 или там больше, 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 больше. Ну, это просто человек прочитает, а по итогу в конце он сядет и подумает. Блин, что за херня? А что я читал? Вообще-то, какая тема вообще была? Начали о кирпичах, а закончили о гробах и шариковых ручках. То есть, вот такое вот получается. Прекрасно мы знаем, что сейчас Google работает над созданием, над разработкой, над усовершенствованием различных нейронных систем, над созданием искусственного интеллекта. И эти разработки уже работают и действуют давно. Соответственно, все то, что сейчас придумывается Google, это все обрабатывается, соответственно, какими-то нейронными системами и современными способами, современными методами. Они получают какие-то определенные данные. То есть, мы почему-то этого не знаем. Но американцы и вот SEO-конторы, которые занимаются оптимизацией, созданием текстов, я специально узнавал, задавал вопросы людям, которые за границей работают SEO-оптимизаторами, копирайтерами. У них это нормально, вполне практика. Google ничего не скрывает. Google там в своем блоге постоянно, там различные вот эти вот все руководители, Гэри Илш и, дай бог здоровья им, другие люди. Они там выдают какую-то информацию. Одно дело, когда человек информацию из контекста вырывает и побежал с ней, как дикарь, схватил в руках, а вот расскажу кому-то. Но люди теряют самую главную суть, самую главную истину. Просто где-то вот, видать, была эта информация о 500 словах. Есть такая очень умная поговорка. Я, честно говоря, не помню человека. Какой-то политик известный очень сказал, что, дамы и господа, если вы хотите получить достоверную информацию о чем-то сверхъестественном, о непонятном, о том, о чем человек может просто догадываться, читайте официальные отчеты организаций, которые отвечают за данный вопрос. В них вы найдете все. Но самая большая беда заключается в том, что официальные отчеты никто не читает. Вот точно так же, я так понимаю, было и здесь. Где-то информация была, каким должен быть примерно текст, для того, чтобы не перегружать мозг среднестатистического гражданина Соединенных Штатов Америки. Но у них мозг имеет, в принципе, такую же форму. И они выглядят точно так же, как люди, как и мы. И в этом Яндекс и Гугл, они, в принципе, Яндекс, наверное, как-то шпарит почти как под кальку, какие-то перенимают тенденции Гугла. Поэтому я не удивлюсь, если нормальный текст и для Гугла, и для Яндекса будет составлять 500 слов. И, соответственно, мы можем посчитать, что это будет текст в 4000 символов. Естественно, это должен быть нормальный текст. Это вот те тексты, которые мы называем LSI. То есть, это тексты, которые должны быть по существу. Они должны по существу, без воды, без всякой чепухи, раскрывать полностью смысл того заголовка, по которому к вам пришел человек. Вот и все. Это должны быть нормальные слова, а не какая-то вода, предлоги, местоимения, междометия и еще какая-то хреновина. Это должны быть нормальные слова, конкретика. То есть, это здесь должна быть конкретика и, допустим, какие-то там, пусть это будет, как это сказать, правильное... Ну, вы меня поняли. Вспомню, скажу. То есть, это должна быть конкретика какая-то, в какие-то моменты, может быть, это должен быть там и профессиональный жаргон, какие-то понятия раскрываться конкретные. То есть, нужно исходить из этого. Так, по тексту конкретно мы разобрались. Ну, дай бог здоровья девушки, которая пишет большие тексты, пусть она заработает много денег и хорошего, богатого ей жениха. Вот и все. Так, переходим к следующему. Стиль написания. Стиль написания – это та вещь, которую я прочувствовал на себе. У каждого автора должен быть стиль. Человека приходят читать, потому что у него стиль. Кто-то пишет, гнет мат на мате, кто-то снимает ролик и там просто нет ни одного нормального слова. Но у него есть свой стиль, у него есть своя аудитория, его читают, его смотрят. Соответственно, если вы пишете на какую-то тему, то у вас должен быть свой профессиональный почерк. У вас, допустим, могут появиться какие-то там свои своеобразные выражения, какие-то жаргонные словечки. Это и есть стиль написания. Самое главное, что вы должны писать актуально, честно, достоверно, правильно и соответствовать той тематике, которую вы пишете. То есть, как я привел, допустим, пример. Если вы не разбираетесь в автомобилях, вы ничего путного не напишите. Потому что автомобиль – это не просто красивая железяка, которая едет по городу. И когда скажешь у девочки, какую ты любишь машину, она тебе скажет «БМВ». Все, вот больше дальше этого не идет. Человек, который занимается автомобильным сайтом, автомобильным контентом, техническим, он должен владеть терминами. Какими-то терминами. Должен в них разбираться и понимать, откуда растут ноги. Если я, например, очень долгое время проработал в автобизнесе, ну, как бы это уже факт, я сейчас вам привожу. То для меня работать, например, с автомобильной тематикой вообще не составляет никакого труда. То есть, я знаю все эти термины, понятия, подрессоренные массы. И все, 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 все вот эти вот моменты. Другой человек может написать такую ахинею. Я читал блоги, которые автомобильные, которые только начали появляться. Их там где-то раскручивали, совали там в какие-то агрегаторы. Из-за какой-то бабло космическое. Читаешь и просто сердце кровью обливается. Человек просто, либо он не видел никогда в своей жизни автомобиль, либо он, я не знаю, ему лет там 15-16. Уровень его умственного развития оценить как бы сложно, но понятно, что он низкий. Просто человек хочет сделать автомобильный сайт. Ему нравятся классные тачки, классные постеры с красивыми девками, сисястыми. И он решил сделать автомобильный сайт просто потому, что это круто. И потому, что кто-то сказал, что на этом можно поднять нормальное бабло. Не, ребят, если вы не соображаете, если вы не понимаете, вам там вообще ничего не светит. Просто не лезьте. Играйте там в Майнкрафт, либо еще в какие-то игры, там в World of Tanks. Соображайте, там есть своя какая-то, свои жаргонные словечки, какие-то свои понятия, свои термины. Вы в этом соображаете лучше меня и лучше кого-то другого. Пишите, работайте по этой тематике. Придут ваши единомышленники, они увидят, что о, да, парень наш. Он действительно там-то играл и он, соответственно, чего-то добился. И мы сразу здесь перепрыгиваем к следующему пункту. Учитывайте особенности аудитории. Вот здесь вот и нужно уже учитывать особенности аудитории. Естественно, если сайт, грубо говоря, там посвящен какой-то политической... Сайт, допустим, публикуют новости республиканской партии США. Ну, новости о том, что демократы классные, вы туда вряд ли будете постить. Правильно? Потому что вас потом найдут и дадут вам по заднице за то, что вы пишете. И обвинят в том, что вы перебежали на другую сторону. Вы должны понимать свою аудиторию. Вы должны понимать, для кого вы пишете. Если вы пишете, допустим, материал для алкоголиков, вы, соответственно, нормальными терминами, жаргонами изъясняетесь. Вы представляете, что такое белочка. Когда она приходит, что в этот момент видит человек. И, соответственно, такие же заголовки должны быть. Ну, и, соответственно, человек, который будет приходить, он должен понимать тематику, по которой вы пишете. И он должен понимать, что этот текст для него написан, он его понял и все классно. Допустим, если это какой-то, грубо говоря, опять же, возвращаясь к автобизнесу. Если это какой-то технический портал, посвященный автомобилям. Да, я зайду, я прочитаю, я все пойму, разберусь. Но среднестатистический гражданин, который зайдет и вникнет в эти нюансы. Ему надо будет, блин, еще перегуглить пол интернета, для того, чтобы добраться до сути, что означает то или иное понятие. То есть, массы определяют вас. И вы должны писать под массы. Если не будет масс, то вы будете в полной же. Вот и все. Жаргоны, слова, обороты, определенная своя специфическая лексика. Все это должно быть. Соответственно, если вы пишете информацию и вы, допустим, доктор экономических наук, вы, соответственно, таким же языком изъясняете со своими читателями, которые тоже являются какими-то там студентами, вашими коллегами. И они должны понимать, это должен быть не какой-то обывательский текст, а текст с использованием каких-то конкретных слов, понятий и всего такого прочего. Графический контент. Понятное дело, что сейчас графический контент обязательно должен присутствовать в статье. Графический контент должен быть не какая-то там отсебятина. Я лупанул картинку, потому что она яркая, красивая, и все. Человек пролистал и ни на секунду на ней не остановил своего взгляда, не задержался. И все. Графический контент, он тоже должен, во-первых, он пролежает текст, снижается нагрузка на зрение и на восприятие человека. Он должен соответствовать тематически тому тексту, который у вас имеется, тому контенту, который у вас есть на сайте и размещен на странице. И, соответственно, контент должен быть хорошего качества. Это не должны быть какие-то пережатые с огромными яйцеобразными пикселями картинки. Это должны быть нормальные изображения, которые отложатся в памяти человека. И, возможно, в следующий раз, либо он сразу сделает закладку, потому что текст соответствует картинке, картинка запоминающаяся, он может сразу просто сделать тупо закладку и все. И, опять же, вот есть момент, у меня есть строка, некоторые сложные фразы и предложения проще объяснить изображениями. Вольнули туда инфографику. Инфографика – это очень сложная вещь. Я уважаю людей, которые занимаются инфографикой. Инфографика – это люди семь пядей во лбу, которые – это не просто, как говорится, фигня какая-то. Нужно обработать статистические данные, проанализировать их. И потом это все отобразить графически, для того, чтобы до моего мозга это все дошло быстро, просто, и чтобы это было понятно. Вот. Поэтому инфографика – это очень большое дело. Человек либо разбирается, либо покупает инфографику, либо дергает ее с каких-то сайтов. Соответственно, если дергает, и это уже чьи-то авторские права, это чья-то непосредственно конкретная разработка, то будьте добры, ставьте ссылку на инфографику, потому что это каторжный труд, и это очень серьезная работа. Это тоже графический контент, который в вашем тексте, прорежая его, он очень будет полезен, и он очень понравится вашим читателям. Потому что длинные портянки текста, ну мы возьмем, допустим, если какая-то обширная тема, да, там действительно должно быть много текста, но очень тяжело, и у человека нет вот этих точек контроля, маячков, по которым он мог бы зацепиться за какой-то абзац. Человек читает, допустим, огромный текст, что-то там себе запомнил, потом дочитал до конца, ему нужно что-то перечитать, и он сидит и думает, так, вот в том абзаце, перед тем абзацем, на который я должен обратить внимание, там была вот такая вот картинка. Он пролистал, 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 он все это посмотрел, он нашел эту картинку, все, у него уже маячок, у него уже точка входа, вот это отрисовалось в голове, он уже ориентируется на эту картинку. Вот для этого это нужно. Это как якорь, который цепляет человека, и как маяк показывает ему, эй, парень, вот здесь вот тот текст, который соответствует этой картинке, запомни его, если что, приходи еще, он будет здесь, и ты давай приходи и прочтешь его еще раз. Почти научное открытие. Это, как бы, такой вот тоже интересный пункт, он может касаться каких-то новостных сайтов, для того, чтобы информация была объективной, для того, чтобы она была адекватно, воспринималась и подавалась, чтобы это не выглядело как фейк, нужно всегда ссылаться на источники, тем более нужно ссылаться на источники официальные. То есть, если вы, допустим, пишете текст там какой-то, допустим, политический, пожалуйста, ссылайтесь там на Министерство иностранных дел, там на их страничку на сайте, еще где-то там. То есть, это должна быть ссылка в глазах читателей, в глазах пользователя. Ваш авторитет будет крепнуть. Они понимают, что они не получают сухую информацию, вот эти вот сухие слова Министерства иностранных дел от людей, которые пишут определенными какими-то словами, используют какую-то терминологию. Они зашли к вам, они прочитали текст, который написан абсолютно нормально, абсолютно понятно обывателю, среднестатистическому человеку. Да, и они понимают, что другими словами, но им написали тот текст, который им полезен, легко запоминается. А он действительно, этот текст, ну как бы правильный, соответствует действительности и реальности, потому что у него есть ссылка, которая отсылает нас на официальный источник. И все. То есть здесь как бы вам минуса никакого. Вы взяли, глотнули, проживали, переварили и отдали человеку информацию в другом виде, более понятной ему, без каких-то очень умных понятий и терминов. Человек эту информацию понял, прочитал, впитал, и он тут же для себя понял, что это официальная информация. И когда он будет друзьям рассказывать, он не будет использовать какую-то хитрую терминологию, он просто ее не знает. А он перескажет ее информацию, эту своим друзьям, товарищам, но он перескажет теми словами, которые вы написали на своем сайте. Вот и все. Редактируйте свою работу. Написал, запостить, опубликовать. Ребята, это не наш метод. Написал, перечитай 7 раз. Есть у тебя проблемы с орфографией. Пожалуйста, все тексты в редакторах, Word, Shmort и всякое такое прочее, в том же самом Wordpress, все подчеркивается, все видно. Не должно быть ошибок, не должно быть текст true, пожалуйста. Не должно быть каких-то орфографических ошибок, еще чего-то. Текст должен быть не тупой, не сухой. Для этого есть главред. Есть такой сервис главред. Это уже чисто техническая обработка текста идет, где нужно обработать текст. И, допустим, существует шкала от 0 до 10, и тексты качественные считаются уже выше 7, по-моему, или выше 8, если я не ошибаюсь. Соответственно, это тексты, в которых либо низкий уровень тошноты, либо уровень тошноты тот, который должен быть. И все. Грамотность банальная должна присутствовать от этого никуда. И текст должен выглядеть в глазах поисковика нормальным, адекватным, но не какая-то бредятина, отсебятина, пошлятина. Ну, пошлятина в плане в том, что это просто пошло выглядит, потому что это бездарно. То есть, пожалуйста, редактируйте. Для этого крупные издания нанимают корректоров, нанимают редакторов, которые сидят, человек написал контент, отдал корректор, исправил ошибки, редактор прочитал, сделал вычитку, все вот эти вот моменты изучил, рассмотрел. Если есть какой-то человек, допустим, писал текст, сбился с мыслей, погнал куда-то не туда. Соответственно, редактор его заставит этот текст переделать, дописать, доделать, как-то апдейтить его, и чтобы мысль не терялась. То есть, это все очень важно. Только такой текст будет... Я уже не говорю об уникальности, понятное дело, что текст должен быть уникальным. Для уникального текста банально просто, вот я всегда публикую вам... Вот здесь есть ниша, тег такой. Я вам публикую ниши, в которых можно сделать свой сайт. Я вам всегда говорю о том, что, ребятки, не надо париться, не надо рерайтить, кому-то там платить деньги, еще чего-то. Найдите классный, забугорный ресурс, на который вы просто хотите быть похожи. Ну, потому что мы все не инопланетяне, и мы не можем просто что-то взять с неба. Просто найдите, что-то возьмите для вдохновения, на что вы хотите быть похожи. И дергайте оттуда текст, переводите его Google Translate переводчиком, и вот только когда был перевод, адаптируйте его для своего сайта. Как бы это уже, ну, наверное, не рерайт, это уже какая-то такая техническая доводка. Я один раз продавал сайт, и мне человек спрашивает, где вы брали тексты? Я говорю, писал сам. Он говорит, брали из головы все. Я говорю, естественно, нет. Я же говорю, у меня же мозг не 25 килограмм весит, у меня же вместо головы не машина какая-то, не компьютер. Я ему объясняю, я это ни от кого не скрываю. Я говорю, вот есть, допустим, такой-то, такой-то сайт, который вашей тематике соответствует. Я просто беру там очень хорошие, интересные тексты, там очень хорошие, интересные темы поднимаются. Как бы я ничего криминального не делаю. Я беру этот текст, я его перевожу в Google Translate. Как бы я знаю английский язык, но я перевожу в Google Translate, потому что бывают, попадаются какие-то очень специфические словечки, обороты. И потом я уже довожу этот текст до нормального состояния и отдаю его людям. Я по факту, не то чтобы ворую текст, я его заимствую по той простой причине, что я даю нашему русскоязычному интернету классный, интересный, хороший, качественный русскоязычный контент, который больше никто нигде не узнает, не почерпнет и не прочитает. Я просто делаю, как бы, ну, благое дело. Да, если там я вижу, что это какая-то крупная, классная аналитическая статья, она очень такая большая, я слово в слово перевожу, да, я ставлю ссылку обязательно. Если это просто статья вдохновения, я из нее взял из 500 слов, я взял 2-3 строчки, а потом погнал дописывать сам, немножечко так как бы пишу как изложение после того, как я прочитал. Ну, человек, почитая, получает интересный контент, он заходит на мой сайт и он читает, о, да, классно, ему интересно, и все. Сейчас вот пока у меня здесь 4 ниши, но, ребят, поверьте мне, у меня в блокноте столько записей, столько всего вам нужно рассказать, с чем я работал и сколько я знаю, поэтому, поверьте, здесь будет, ну, ни одна страничка с нишами, с сайтами, очень разных тематик, очень разных направлений. Ну, давайте теперь подытожим. Вот я вам рассказал о том, какой должен быть текст, заходите, перечитайте еще раз эту страницу, я вам немножечко разжевал, как это все должно быть, как это правильно, чтобы вы меня правильно понимали, и у вас все получится, ссылку на эту статью я оставлю под видео, а видео дополнительно размещу еще в статье, поэтому вы можете, если захотите, коротко сжато, как вот у меня здесь текст подан, коротко сжато, конкретно, без всякой воды, зашли, прочитали, сохранили в себе закладки, если нужны, либо там отослали другу, товарищу, который тоже занимается сайтостроением, копирайтингом, рерайтом, тоже пишет тексты, берите на вооружение, пользуйтесь, и все у вас будет классно, ваши тексты будут очень всегда популярны, и все будет классно, еще один момент, пошла тенденция у нас, на что у нас пошла тенденция, пошла тенденция на использование минимума, минимума ключевых слов, об этом будет еще одно видео, следом, наверное, записано, поэтому, ребят, не надо перебарщивать с ключевыми словами, пишите текст, пишите под одно, два ключевых слова, не перегибайте палку, и все будет хорошо, на этом все, на этом откланиваюсь, подписывайтесь на мой канал в YouTube, здесь все ссылки есть, социальные сети у меня есть в моем блоге, на главной странице, читайте Македа Про, это действительно интересно, я действительно стараюсь, и действительно, что меня радует, появляется все больше комментариев, люди присылают письма по электронной почте, задают какие-то вопросы, или задают вопросы в комментариях, я отвечаю, помогаю, поэтому, ребятки, рад буду видеть вас всегда, рад был с вами пообщаться, что-то рассказать для вас новое, может быть, вы что-то поочерпнули, еще увидимся, удачи вам, и всего самого наилучшего, пока!